Чехлы для кювезов, интернет-магазин эко-товаров с личных подворья пенсионеров и IT-школа для глухих. Белорусы активно разрабатывают социальные проекты, которые могут принести пользу многим. Деньги на реализацию смелых идей готовы предоставить меценаты, а также неравнодушные жители страны. Антонина Станкевич подробнее. Журналист по образованию Ашвию пришлось стать по призванию с рождением дочери. Тогда-то Марина Бегункова вспомнила, что неплохо управляется с тканями, нитками, иголками и бегунками. Сначала шила распашонки, одеяло и комбинезоны для своей дочки, потом посыпались заказы от других родителей, ну а после захотелось, чтобы к хобби приносило не только радость, но и пользу. Так родилась идея шить чехлы на кювезы для недоношенных детей. Стоимость чехла от производителя – 1000 евро. То есть для отдельного взятого роддома это очень даже приличная сумма. Когда, например, несколько кювезов, а чаще всего это 8-10 кювезов для недоношенных детей, то это получается довольно большая сумма. Поэтому не все роддома могут себе это позволить. И вот родилась такая идея – отшить определенное количество чехлов на вот эти кювезы. В ближайших планах отшить 60 таких изделий и безвозмездно передать их в роддомы страны. Особенно чехлы ждут в регионах. К инициативе, кстати, подключилась и мама Марины, а некоторые заказчики помогают финансово. У меня в проектах не только отшить вот такие чехлы на кювезы. Есть специальные коконные гнезда, которые тоже медицинский персонал наш говорит, что они очень тоже востребованы. Это тоже как такое гнездышко, в котором малыш чувствует себя комфортно. И самый конечный этап, который у меня там в мыслях, возможно, через несколько лет, реализуется – это одежда для недоношенных детей. Анастасия Казакевич живет недалеко от станции метро «Каменная горка», потому нередко делает покупки на местном стихийном рынке. Будто бы сама собой родилась идея создания интернет-магазина, где будут торговать продукции с личных подворий. Целью проекта две. Во-первых, у пенсионеров отпадет необходимость стоять у метро, ну а потребители получат возможность покупать качественные овощи, грибы и даже соленья варенья. Мы не изобретаем ничего нового, мы просто хотим конкретно этот пласт продуктов домашних продавать легально. И помочь бабушкам не мерзнуть. В этом классе каждый желающий постигает мир высоких технологий. Одним из таких учеников когда-то стал Максим Моллер. Самой большой сложностью было преподнести парню с нарушением слуха стандартный курс по 3D-моделированию. Теперь Максим успешно работает в одной из самых востребованных сфер. А руководство школы создало специализированные классы, где овладеть премудростями программирования, тестирования и 3D-моделирования могут люди с такими же проблемами. Такие курсы дают навык, который полностью изменит жизнь, поможет найти высокооплачиваемую работу и воплотить свои мечты. Если говорить обо мне, например, я пришел на курсы и для меня открылся целый мир 3D. Невероятные возможности. И теперь я готов делиться этими навыками с другими. По итогам года с десяток похожих идей представили на конкурсе социальных проектов. Лучшие, а результаты определяются исключительно голосованием в интернете, получат поддержку спонсоров, среди которых руководители крупных компаний. Как правило, социальные проекты в первую очередь ориентированы не на личную выгоду авторов, а для того, чтобы приносить пользу обществу. Вот почему их нередко, помимо меценатов, поддерживают и простые интернет-пользователи. Сбор средств ведется на популярных краудфандинговых платформах. А уже с середины месяца стартует прием заявок на новый конкурс социальных проектов. Главное, утверждают организаторы, гореть идеей. Антонина Станкевич, Александр Кавелич и Григорий Крештофович, агентствователь новостей.